добрый день уважаемые зрители сегодня мы с вами находимся на всероссийском дне поля в республике татарстан и за моей спиной находится красавец трактор дойсфар и сегодня представитель компании агротехрусия виктор чеботарев нам расскажет о том что он умеет ну что же добро пожаловать на стенд компании агротехрусия сегодня мы рады презентовать нашим клиентам абсолютно новую линейку техники линейку тракторов эта линейка машина от 100 до 280 лошадиных сил и конечно наибольшее внимание приковано к трактору дойсфар 8 серии 82 80 машине которая комплектуется двигателями часть 280 лошадиных сил для каких хозяйств для каких работ подойдет он что он умеет основная концепция этой машины строится на трех столпах это надежность это экономичность и конечно же универсальность эта машина подойдет абсолютно всем предприятиям как в сфере овощеводства как и в сфере растеневодства и конечно же животноводство потому что данный трактор опционально может быть укомплектован передним валом отбора мощности наверное это ключевая особенность потому что далеко не все мягко говоря могут похвастаться передним валом одна из это то чего так не хватало на сегодня в рынке конечно конечно ну что же давайте с вами обсудим теперь технические характеристики то есть то как наш аграрий когда приобретет будет использовать надежность как раз за счет чего она достигается расскажите об этом посмотрим что под капотом да давайте посмотрим что под капотом это двигатель вичай номинальной мощностью 280 лошадиных сил объемом семь с половиной литров с максимальным крутящим моментом 1100 в 186 ньютон метров это двигатель который комплектуется системой bosch common rail которая дает возможность экономично эксплуатировать данную машину связи с достаточно высоким давлением впрыска в топливной системе что касается обслуживания все достаточно просто на сегодняшний день достаточно большое количество техники российской федерации укомплектованы двигателями китайского производства вечернюю чай и на данный момент российскому аграрию и российским дилерским компаниям абсолютно не предоставляет труда данный двигатель обслуживаться то есть наш фермер наш аграрий может быть уверен что если вдруг что-то случится и мы остановимся в поле вы оперативно решить этот вопрос оперативно и знаете второй немаловажный фактор стоимость владения трактора с двигателем китайского производства все-таки на сегодняшний день ряд машин которые поставляются в территории сельской федерации по правильным порту комплектуется двигателями европейского производства как вы знаете часть запасных частей для двигательной группы попали под санкции и конечно же стоимость владения таким трактором достаточно высока мы старались этого избежать это одна из причин почему здесь двигатель вичай ну что давайте мы с вами теперь обсудим передний вал отбор мощности да вы знаете одну из ключевых особенностей данного трактора это достаточно богатое базовое оснащение переднее навесное устройство это базовая комплектация для данного трактора передний вал отбор мощности доступен национально грузоподъемность переднего навесного устройства составляет 5100 килограмм достаточно высокая для данного класса машин что позволяет работать широкозахватными триплексными комбинациями до 10 метров то есть мы можем такую серьезную косилочку уже до бункер для удобрений косилочной комбинации с достаточно большой шириной захвата и знаете данный трактор базовой комплектации комплектуется передними балластными грузами это либо тонны 400 либо две тонны как представлено данной машине стоит отметить что трактор 82 80 фактически является последователем уже известных российскому сельхозпроизводителю модели тракторов дуицфар а именно агротрон 265 агротрон x 720 и скажу вам по секрету достаточно большая часть компонентной базы осталось неизменно здесь применяется используется тот же надежный передний мост даже надежная полуавтоматическая пауэршифтовая трансмиссия которая имеет 40 передач вперед и 40 передач назад переднюю часть навески и возможности мы с вами обсудили пойдемте посмотрим что у нас находится сзади машин пойдемте обратите внимание на задненавесное устройство заднее навесное устройство имеет грузоподъемность 10 и 2 тонн вообще основные лекала по которым данная машина была создавалась проектировалась перед департаментом нашего китайского завода за основу были взяты европейские модели тракторов европейские североамериканские лекала вы знаете была решена основная проблема которая сейчас присутствует на ряде иных тракторных заводов китая это соотношение веса и мощности и весовых характеристик данный трактор имеет вес базовой комплектации 11 тонн максимальный эксплуатационный вес 14 с половиной то на грузоподъемной задней навески повторюсь 10 и 2 тонны это полный аналог европейских машин обратите внимание на гидравлический распределитель трактор комплектуется аксиально поршневым насосом производительностью 116 литров в минуту четыре гидравлические пары это базовая комплектация также в базовую комплектацию входит гидравлическая линия power beyond power beyond это такая знаете опция что называется must have для российского сельхозпроизводителя и последние годы она была достаточно популярна на европейских североамериканских машинах какие возможности она дает вы знаете у каждой гидравлической пары любого трактора независимо европейского китайского или североамериканского производства есть ограничение по выпускной способности например если вам говорят что ваш трактор гидравли имеет гидравлический насос производительностью 120 литров в минуту это не значит что все 120 литров в минуту будут пропущены через одну гидравлическую пару она имеет ограничение повторюсь для этого в европейскими производителями и североамериканскими производителями была разработана так называемая линия power beyond которая работает и подает масло напрямую от гидравлического насоса если производительность насоса 116 литров в минуту как у нашего трактора все 116 литров в минуту получат ваше прицепное навесное орудие я же правильно понимаю что именно вот это устройство обеспечивает бесперебойность работы сложных пассивных комплексов абсолютно точно именно данное решение позволит агрегатировать наш трактор той технологии современной технологии которые применяют наш сельхозпроизводитель а сделать так чтобы он работа чтобы сеялка работа абсолютно точно комплекс работала максимально корректно но в связи с последними событиями есть еще один очень тонкий важный вопрос это качество масла которым готов работать трактор вот скажите пожалуйста насколько прихотлив он к маслу знаете хороший вопрос данный трактор имеет раздельные гидравлические ванны отдельно ванна трансмиссионная и отдельная ванна сервисная соответственно масло которое уже используется в хозяйстве используется с прицепным или навесным орусием не будет нам на тревожить нашу трансмиссию с чем агрегатируется какие функциональные возможности есть вы поняли насколько надежно и скажем так не требовательно мы поняли а вот что касается комфорта управления управление гидравликой из за кабины абсолютно точно гидравлика управляется из кабины но при этом у оператора есть возможность не выходя из кабины регулировать гидравлический поток трактора делается это используя вот эти данные барашки открывается заднее стекло и мы регулируем гидравлический поток на каждую пару независимо также на крыльях установлены кнопки которые позволяют нам поднимать или опускать переднее навесное устройство также включать вал отбора мощности вал отбор мощности скажите пожалуйста очень важная характеристика является крутящий момент сколько здесь на данном тракторе установлен вал отбор мощности с двумя режимами работы это 540 эко и 1000 что такое режим эко для тракторов и почему мы его используем как я повторюсь и говорил данный трактор был спроектирован на 300 толпах надежность экономичность и универсальность режим эко и его наличие это вопрос экономичности если мы говорим это не экологичность а экономичность в нашем случае да как это работает если вы агрегатируете трактор с орудием которые используют вал отбора мощности и включаете стандартный режим 540 то обороты двигателя будут составлять 2000 оборотов в минуту если мы используем режим эко то обороты двигателя падают до 1800 оборотов в минуту то есть падают практически на 15 процентов тем самым двигатель делает меньше циклов и меньше расход топлива вы знаете помимо оснащения скажем так и функциональной части есть еще очень важная часть комфорта и как правило первое на что смотрит человек который будет работать на этой машине это то где его рабочее место непосредственно находится поймите в кабину да конечно пойдемте ну что добро пожаловать в кабину трактора 8 серии кабина достаточно эргономично стоит обратить внимание на обзорность трактора обзорность составляет 360 градусов если мы говорим о других аналогах представленных на российском рынке трактор имеет достаточно большое количество слепых зон и это является большой проблемой для оператора на тракторах doizfar все рычаги маркированы если мы говорим органах управления которые отвечают за выбор направления движения за управление трактором они помечены оранжевым цветом органы управления отвечающие за гидравлику помечены синим цветом органы управления, отвечающие за заднее навесное устройство зеленым, а за управление валом отбора мощности желтым, оператору достаточно легко научиться использовать и правильно использовать данную машину, не допуская ошибок. В базовой комплектации трактор, конечно же, оснащен кондиционером. Обратите внимание на большое количество дефлекторов. В кабине находиться в 40-градусную жару, которая сейчас есть на всероссийском неполе, достаточно комфортно. Одно из новых решений это приборная панель. Если обратите внимание, ее здесь нет. Приборная панель установлена и встроена внутрь рулевого колеса. Соответственно, оператор, настраивая рулевое колесо под свой рост, под свои потребности, одновременно перемещает приборную панель. Она постоянно у него перед глазами. Приборная панель жидкокристаллическая и в солнечную погоду все показатели и характеристики машины доступны без каких-либо проблем. Если дополнительно сказать о комфорте оператора, в базовой комплектации здесь установлено сидение граммер, пневматически подрессоренное. А также в базовой комплектации имеется тканевое сидение инструктора, либо второго оператора. Достаточно комфортное. Мне с ростом 190 сантиметров. Находиться там не составляет труда. Давайте перейдем к конкретным органам управления. Данный рычаг отвечает за управление КПП. Напомню, трансмиссия здесь пауэршифтовая с шестью диапазонами. Внутри каждого диапазона имеется четыре передачи, которые переключаются без разрыва потока мощности. Одна из кнопок на рычаге управления КПП отвечает за выжим сцепления. Соответственно, педаль сцепления мы используем только единожды, когда мы заводим машину в целях безопасности. Одна из кнопок отвечает за включение опции АСМ, которая является частью базовой комплектации трактора 8 серии Deutz-Far. Она фактически бережет передние дифференциалы машины. При включении данной опции трактор автоматически выключает блокировку переднего дифференциала в случае разгона машины свыше 10 км в час или повороте рулевого колеса более чем на 14 градусов. Управление задним навесным устройством осуществляется рычагами, помеченным зеленым цветом. Трактор имеет установленные датчики на разрыв. Оператор может регулировать их чувствительность. В случае, если датчик срабатывает, орудие начинает выглубляться. Также дополнительно установлен радар, который замеряет пробуксовку колес. В случае, если пробуксовка колес становится критически высокой, трактор также выглубит прицепное или навесное орудие. Мы также можем регулировать одним из рычагов чувствительность данного датчика. Конечно же, также оператор может выбирать скорость поднятия или опускания заднего навесного устройства, а также ограничить максимальную высоту подъема. Одно из интересных технологических решений, которое было применено в данном тракторе, который управляется непосредственно из кабины оператора данным рычагом, это прочистка радиаторной группы. Нажимая данную кнопку, оператор меняет направление движения лопастей вентилятора, тем самым происходит автоматическая продувка радиаторной группы. Я, конечно, понимаю, что на вопрос о стоимости вы мне не ответите, скорее всего, но все же тот вопрос, который волнует наших зрителей больше всего. И в этом случае я вас попрошу хотя бы рассказать о доступности владения, условно говоря, кто может купить данный трактор. Вы знаете, на вопрос о стоимости можно ответить следующим образом. Давайте посмотрим глобально на тот рынок сельхозтехники, на рынок тракторов и комбайнов, которые есть сейчас в России. С одной стороны, в Российскую Федерацию поставляются машины достаточно дешевые, простые, механические тракторы, которые, к сожалению, не всегда могут удовлетворить тот спрос, который есть в тех хозяйствах, которые применяют достаточно высокую технологию. С другой стороны, на сегодняшний день развит параллельный импорт, всем известный, где стоимость машин, которые ранее поставлялись на российский рынок, выросла в два с половиной, в три раза. Это достаточно рискованная, сложная история. С одной стороны, мы предоставляем рынку не простое механическое решение, предоставляем рынку технологическое решение. Но с другой стороны, это решение не стоит столько же, сколько стоят машины, которые завозятся в Россию по параллельному импорту. Мы находимся в золотой середине и, на мой взгляд, это одно из самых доступных на сегодняшний день технологичных решений в отрасли. Ну что ж, спасибо вам огромное за ваши ответы и хорошего продуктивного мероприятия. Спасибо!